добрый день дорогие зрители нашего канала в рамках канала мы часто рассказываем о садовом инструменте который используем своей работе и сегодня хочу рассказать вот об этом аккумуляторным опрыскиватели от компании райоби серии ван плюс в принципе мы очень часто пользуемся какими-то небольшими опрыскивателями иногда рука подкачивать устает и вот захотелось попробовать что-нибудь аккумуляторное а поскольку у нас уже есть инструмент от этой компании соответственно зарядное устройство и аккумуляторы к нему то решили остановить свой выбор именно на аккумуляторном опрыске у теле от компании райоби эта модель овс 1880 и я хотел бы для начала кратко остановиться на ее основных характеристиках объем бачка для рабочей жидкости здесь три с половиной литра рабочее давление 3 бара весит он без аккумулятора и рабочей жидкости полтора килограмма расход рабочей жидкости примерно пол литра в минуту работает от 18 вольтовых аккумуляторов серии ван плюс от райоби который подходит более чем еще для сотни различных инструментов стоимость этого опрыскивателя на момент съемки то есть это конец весны 2020 года в москве примерно четыре с половиной пять с половиной тысяч рублей комплект к этому опрыскивателю входил сам этот опрыскиватель непосредственно полной комплектации шланг штанга для опрыскивания металлическая также какой-то там переходник с которым я не совсем разобрался видимо для того чтобы можно было удлинять штангу и вот такой ремешок чтобы можно было повесить опрыскиватель на плечо так бачок у нас пластиковый белый есть здесь отметки в литрах и галлонах примерно через каждые пол литра для удобства его можно снять отсоединить от основного опрыскивателя также легко надевается фиксируется с помощью вот этих металлических защелок заправка осуществляется через широкую горловину которая находится вот здесь а крышечка для этой горловины одновременно является мерным стаканчиком вот на 120 миллилитров максимум основная часть у нас пластиковая вот из такого светло-зеленого пластика под ручкой имеется кнопка включения выключения она у нас прорезиненная влага защищенная чтобы ничего не случилось на самой ручке есть углубления в котором можно удобно расположить штангу вот так штанга прикручивается сбоку вот отсюда таким образом фиксируется аккумулятор вставляется вот сюда также имеются на основном опрыскиватели вот такие пластиковые ушки с двух сторон это как раз для крепления ремня сейчас продемонстрирую как все работает откручиваем крышечку заливаем в горловину рабочую жидкость закрываем накручиваем шланг со штангой вставляем аккумулятор фиксируем его нажимаем кнопочку включения ждем пару секунд пока наберется давление и теперь можем опрыскивать для того чтобы включать его здесь имеется вот такой рычажок можно просто на него нажимать и будет происходить опрыскивание а можно зафиксировать в таком положении тогда каждый раз уже нажимать не надо регулировка факела распыления осуществляется как и на всех таких опрыскивателях подкручивания вот этого кончика либо откручиваем либо закручиваем теперь о достоинствах и недостатках достоинства на мой взгляд на лицо прежде всего красивый дизайн мобильность возможность использовать те же самые аккумуляторы серии райобе ван плюс сотней различных других инструментов небольшой относительно вес самое главное достоинство то что не надо ничего вручную подкачивать давление нагнетать а достаточно просто нажать кнопочку она будет нагнетаться автоматически кстати говоря клапана сброса излишнего давления здесь нет он сбрасывается она сбрасывается автоматически также к достоинству можно отнести довольно качественные материалы все выполнено хорошо достаточно удобно лежит в руке штанга металлическая это редко встречается на других опрыскивателях а значит более надежная по крайней мере можно на это надеяться малый расход энергии также можно отнести к большим достоинствам вот в данном случае я использую аккумулятор на 5 ампер часов теоретически его должно хватить часов на 10 непрерывной работы а в принципе с этим опрыскивателем наверно выгоднее использовать самые маленькие аккумуляторы недорогие на полтора ампер часа их тоже хватит больше чем на час непрерывной работы шум на мой взгляд приемлемый мощность распыления конечно не фонтан но в принципе этого вполне хватает переходим к недостаткам ну объем бачка три с половиной литра это конечно же маловато у большинства аналогичных механических моделей бачок значительно больше 6 8 литров а здесь приходится очень часто заправлять есть вроде бы в европе в продаже такие же опрыскиватели с бачком на 9 литров но в россии к сожалению они не продаются универсальным этот опрыскиватель тоже к сожалению не назовешь подходит он в основном для обработки гербицидами для опрыскивания каких-то невысоких растений все-таки не длинны шланга и не длинные штанги для серьезных работ для опрыскивания деревьев здесь явно не хватает есть вроде бы в продаже какие-то комплекты для удлинения штанги но в россии они не встречаются можно использовать не фирменные например от жука многие пишут что подходит но все-таки я считаю что это излишество если уж им пользоваться то пользоваться именно вот для каких-то небольших работ а деревья лучше опрыскивать более серьезными инструментами что еще мы заметили несмотря на вроде бы малый вес этого опрыскивателя во время работы рука довольно быстро устает ремень хоть и был в комплекте как я говорил для него здесь предусмотрены ушки но не очень понятно как укрепить никаких специальных крепления не предусмотрено видимо просто закручивать на узлы мы в итоге вот не пробовали также на мой взгляд этому опрыскивателю несколько не хватает мощности ручными у нас получается с обычной подкачки получается работать значительно быстрее и факел распыления у них больше если хорошенько нагнетать давление также на мой взгляд здесь несколько неудобно расположена кнопка во время работы до нее надо дотягиваться каким-то пальцем у меня пальцы длинные не у всех так хватает или надо другой рукой прикасаться хотелось бы все-таки что-то поудобнее покомфортнее в этом отношении в отзывах некоторых других пользователей якобы профессионалов нашел такую жалобу что пластик недостаточно устойчив к агрессивной химии здесь по этому поводу хочу сказать что в принципе любые подобные ручные опрыскиватели не обладают какой-то специальной системой фильтрации вот фильтры обычно встроены в трубки если вы будете заправлять этот опрыскиватель чем-то дисперсным например бордовской смесью или хомом то такие опрыскиватели не только этот как показывает практику очень быстро засоряются все-таки не стоит использовать их для такой химии я бы недостатком этот момент относить не стал он характерен для всех подобных опрыскивателей ну и наконец очень существенным недостатком является его цена 5000 за подобный агрегат это дороговато если к нему покупать аккумулятор даже самый слабый и зарядное устройство то цена превысит 10 тысяч это явно слишком много подводя итоги скажу что данный инструмент это скорее излишество чем практичная покупка да еще только для тех у кого уже есть какой-то инструмент от райобе серии ван плюс и соответственно аккумулятор и зарядное устройство переплачивать такие деньги за возможность просто не подкачивать давление в опрыскиватель вручную да еще с учетом ограниченного функционала данного инструмента и претензий к удобству его использования на мой взгляд это серьезная роскошь всем кто подумывает об аккумуляторных опрыскивателях посоветую сто раз все взвесить прежде чем их приобрести ну и особенно эту модель от данного производителя на этом сегодня все у нас будет еще много интересных обзоров каких-то советов для садоводов подписывайтесь на наш канал смотрите ролики ставьте лайки или дизлайки оставляйте комментарии всем до новых встреч пока а